А, здрасте! Всем, друзья, приветуленьки, мы продолжаем играть в Золотой Колос, и у нас новый день, новая уборочная, новая урожай, и, в общем-то, работа уже пошла, потому что 500 раз я на ваших глазах это всё дело запускал, смысла в этом нет никакого. Короче говоря, ребятушки у нас работают тут. В прошлой серии мы посеяли здесь рожь, она убирается, и солому я решил в этот раз не убирать, потому что она у нас есть в достатке, делать с неё особо-то и нечего, и мы собираем, в общем-то, рожь, потому что на рожь у нас есть контракт. Точнее, у нас контракт не на рожь, а на муку ржаную фасованную, её ещё надо будет делать, но для того, чтобы её сделать, надо сначала рожь собрать. Также, что касаемо нашей ржи, я выполнил один контрактик на 37-м поле, уборка ржи. С 37-го поля это большое поле, если что, вот это вот такое вот классное. Так вот, с этого самого поля мы собрали 106 кубов этой самой ржи, и примерно 20% как бы можно будет захапать себе, поэтому надо отправить кого-нибудь, отвезти всё это дело ещё по контракту, например, вот этого товарища. Давай, друг, две поездочки сделай, а там посмотрим, что по остаткам, постараюсь его перехватить в тот момент, когда он будет выгружаться второй раз, чтобы он, ну, короче, чтобы самые копейки остались именно нам. Также, друзья, на наших рисовых чеках рис у нас тоже позрел, поэтому надо спустить воду с него, что мы, в общем-то, и с дым и сделаем. Со второго мы тоже воду спускаем, через час она отсюда спустится, может быть, раньше можно будет даже начать уборку, посмотрим, как это работает. И это мы дело тоже спускаем. Ну, у нас пока есть ещё два поля, которые убираются. Они не сильно большие, но, да, пускай убираются. Также, друзья, нужно покосить вот здесь вот травку на 18-м поле, но что пока с ней делать, я, честно говоря, не придумал. То есть, по сути дела, у нас все наши запасы, если можно так выразиться, они все наполнены, и там всё прекрасно. Поэтому мы это поле просто в тупую покосим, а траву собирать с него не будем. Когда у нас появится потребность там то ли в сене, то ли в силосе, то ли просто в траве, тогда мы оттуда его и возьмём. А трава, пускай растёт, будем её просто по утрам косить. Есть у меня, честно говоря, небольшие сомнения насчёт этого трактора, насколько он сможет хорошо тянуть эту косилку. Но, ладно, потянет. Даже если он это на три минуты дольше будет делать, ничего страшного. Тут, в общем-то, тоже у нас всё понятно. Также, друзья, вернёмся на наш фруктовый сад. Тут у меня к нему, на самом деле, есть небольшие вопросы. Состояние сада сбор урожая, а везде здесь написано обычное. Есть вероятность того, что у меня что-то забагалось, потому что у меня были вот эти вот тестовые версии, я начал на них играть. Потом ещё механики всего этого дела менялись. Короче говоря, если сейчас оно всё не пройдёт, потому что четвёртый день уже вроде как у нас с нашего сада. Если, короче, всё это дело не починится, то что-то я буду придумывать с этим делом. Но пока что вот так вот. Потому что сбор как бы идёт, а как бы и нет. Влажность везде хорошая, потому что недавно совсем поливал я. Короче, пока я слабо понимаю, как это всё работает у меня. Может быть, просто пересадить сад придётся. Но ладно, разберёмся. Также, кстати говоря, у нас ещё и растут огурчики. Тут уже 88% тоже сбор урожая идёт. Есть у нас и дохрена огурцов, и дохрена томатов. По сути дела, неплохо было бы их продать. Но вот нашим Уралом возить 900 кубов, это то ещё кощунство. Деньги, по сути дела, нужны. Короче, что-нибудь тоже ещё придумаем. Ну и вроде как работа везде идёт. Будем отвлекаться на всякие такие вот моменты периодически, когда что-то будет интересное происходить. Хотя, с другой стороны, на самом деле, можно ещё поставить товарища, который будет сеять у нас. Извините, что я вот так вот быстро бегаю. Может быть, у кого-то голова закружится. Простите, да. Надо, во-первых, высыпать семена риса отсюда. Так вот, бздынь и бздынь. Ставим опять рожь. На всякий случай ещё раз посеем рожь. Так что этого товарища мы тоже отправляем работать. С настроенными всякими курсплеями, автодрайвами, автогрузами и прочей фигнёй. Тут же они уже вокруг один раз проехали. Да, уже даже второй раз они вокруг проехали. Так что, вроде как, небольшую фору мы ему дали. Ну и вот, собственно, вот такие вот у нас все делишечки. А вот и вторая поездка нашего класса, который рожь привёз. И сейчас мы его остановим, как только нам покапают денежки. Вроде как, два должно быть, да. О, один из кубов мы, можно считать, сохранили для себя. Отправляем его тогда на зерно выгрузка. Чтоб он там просто разгрузился на нашей базе. Собственно, паржи у нас 35 кубов на базе есть. Правда, 19 сейчас уже собрано с поля. Получается где-то 25 кубов. Ну, примерно, да. 20-25% мы скоммуниздили с поля чужого. Неплохо. Короче, этот товарищ пускай едет. И контракт тогда мы принимаем. Завершаем. Кстати говоря, у нас тут ещё на втором и на 30-м поле тоже растёт рожь на чужих полях. 30-е созреет уже, ну, на следующей стадии, грубо говоря. Второй ещё две стадии ему созревания. И, в общем-то, эти поля, может быть, тоже имеет смысл потом по контракту убрать. Так мне по контрактами сильно упарываться не особо хочется сейчас. Хотя, если будет нечего делать, то можно будет. Потому что деньги-то по факту нужны. С деньгами вообще беда. И ещё вот этот товарищ у нас тоже закончил свою работу. Снимаем его с маршрута и везём на парковку. А также, друзья, я ещё приготовил вот этого товарища, который у нас поедет сажать. Баклажанчики. Томаты и огурцы мы уже вырастили. Давайте следующим засеем баклажаны. Покупаем 7 поддонов. И, боже, как много денег они стоят. Пока что, конечно же, это всё дело рано нам делать. Но отстёгиваем ремешки. Включаем автопогрузку. И просто пока подготовим этого товарища. Чтобы, как только у нас созреют, скажем так, наши теплички, мы могли сразу же его отправить. И он поехал это всё дело посадил. Вот такая посадка. Тебе надо будет ехать. Одну кнопочку потом нажимаем. И он едет сажать теплички. Вот так вот. Кстати говоря, раз уж у нас есть большая потребность в деньгах. И у нас есть соя, которая не участвует ни в одной цепочке производства. Наверное, имеет смысл её тоже продать. Посмотрим, где она у нас дороже всего ценится. В порту она у нас самая дорого продаётся. Правда, это только с 12 часов. На ЖД-станции она сейчас дорого идёт. Тут, в принципе, такая маленькая разница в ценах, что и не важно. Поэтому давай одна поездочка есть. Продай нашу сою. Я вот думаю, ещё может пшеницу, кукурузу имеет смысл продать тоже. Вообще, конечно, правильнее всего было бы поехать продать томаты. Но мне что-то так не хочется на Урале делать по 12 кубов. Хотя, с другой стороны, может отправить, пусть себе катается. Итак, друзья. У нас уже почти 8 часов утра. Стало прям очень светло. Одно поле с рисом уже почти убрано. И оно уже сеется. Соответственно, и 6-е, 7-е поле уже полностью засеяно. Также я пустил самолётик. Уже удобрил после 7 часов. Вот тут на 6-ом поле единственный косяк. Там нужна известь. Поэтому давайте запустим ещё в Альтру. Чтобы он посыпал всё это дело известью. И про это поле уже до следующего урожая можно будет забыть. Отправляем этого товарища по автодрайву, по курсплею и по всей фигне. И потом он ещё и припаркуется обратно на это же место. Я ему назначил вот это место парковочным. Я думаю, вполне себе нормально. Давайте, кстати, посмотрим ещё, что у нас по извести осталось. 45 кубов ещё извести есть? Нормально, хватит. Хотя после следующего урожая риса уже придётся рис известью посыпать. Рисовые чеки наши. Ну ладно, это на следующий раз. Я думаю, что утром следующего дня мы и купим известь. Чё-то он как-то мимо загрузки проехал. Ну ладно. Также, друзья, видимо, у нас пришло время... Что там? Да, требуется... Ммм... 2500 литров компоста. А до этого мы 5 кубов вкидывали. Ну ладно. Закидываем туда компост. Грунт третьего урожая. И вот этого товарища отправляем на ВТК-посадку. И ещё некоторое время ждём. Надо будет ещё одного товарища отправить в работу. 8.07 утра, друзья. У нас инкубатор закончил переработку. Точнее, какую нахрен переработку? Просто закончил работу. Поэтому мы туда перемещаемся. И закидываем ещё один поддончик. Так вот. Дынь. Это, в общем-то, раз. На самом деле, это уже третий поддон. Один я запекинул в прошлой серии. Один вечером. И вот один сейчас. Третий. В итоге, друзья, у нас уже есть 5670 цыпляток. Но это, друзья, ещё цыплятки, которые ничего толком не дают. Поэтому яичек у нас ещё нет. Ну и ещё, друзья, мы отправляем вот этого вот Урала возить с теплиц на консервный завод томаты. Там самая большая вместительность. Короче, он, скорее всего, целый день будет кататься. Это дело возить. Ну и плюс, по сути дела, консервный завод самая близко находится к теплицам. Короче, пускай он катается. И ждём, пока закончится посев. Посмотрим, что-то... О, кстати, вот эта штука тоже закончилась. Уже известь едет обратно. Чел посыпал тут всё известью. Всё красиво, всё чётко. Короче, посмотрим сейчас, что по деньгам у нас там будет. И ещё что-нибудь сделаем эдакое. А здрасте. И ещё раз, да. А мне тут контрактик на сахар ещё приплыл. В 87 часов. И что-то у меня есть желание и его выполнить. Я понимаю, что рейтинг нам не нужен, но просто цель в жизни какая-то. Потому что хз что делать. Смотрите, нам надо 131 куб сахара. И если мы откроем заводы и сделаем заказ на сахар, и 131 куб, то это не так уж и много сахара-то надо. Единственное, выполняться он будет 20 часов, то есть довольно-таки долго. И жмыха до хрена будет ещё. 500 кубов свеклы, это, знаете ли, такое себе. Я, разумеется, свеклу выращивать не сильно хочу, но у нас тут есть поля, которые засеяны свеклой, и её, в принципе, там в остатках много будет. Я думаю, друзья, что я возьму этот контракт. Мы с маленького поля там 200 кубов почти утащили. Так что да, оно определённо того стоит. Ладно, сейчас мы с этим разберёмся. Вот этого товарища, значит, мы прерываем маршрутик, отцепляем всё вот это дело. У него почти закончилось топливо, поэтому, скорее всего, он сейчас поедет заправиться сначала. Но это не суть важно. Отправляем мы его, знаете, куда? На парковка-косилка. Там, оказывается, у меня точка стоит. Парковка-косилка. И он вроде как там, типа, нормально стоит. Да, двигается он КЗС, заправится сейчас, всё у него будет нормально. У нас ещё идёт посев вот этого поля. Водичка на второе поле набирается. На этом поле у нас воды уже много. И прям по воде ездит, разбрасывает известь. Я почему-то забыл, забыл, друзья, про то, что нужна известь. Потому что у нас уже третий урожай, на самом деле. Мы же первый урожай там выращивали. Пшеницу, кукурузу и всякое такое. Вот, по воде, если что, тут всё прекрасно ездит. Грязи в этой игре сейчас нету, поэтому всё нормально. Вот этот товарищ. Давай, друг, ездит, разгружайся. На зерно выгрузка давай. 16 кубов риса у него загружено. И сколько у нас вообще всего этого самого риса есть? Да, кстати, на балансе уже 273 тысячи. Деньги сейчас за воду капают, если что. Водичка-то набирается. Так вот, у нас есть 300 кубов. 320, можно считать, кубов риса. Я думаю, что всё это дело нужно отвести и переработать. Правда, хороший вопрос, есть ли у меня на Приозёрском элеваторе точка, которая за всё это дело отвечает. Куда-то сюда я попытался припарковать. Вот да, вот сюда. Знаете что, давайте вот эту точку и назначим парковочную. Почему бы и нет? Парковка-культиватор. Отличное название. Так вот, у нас есть 317 кубов риса. По факту, сейчас будет. А это значит, что 7 раз нужно будет вот этому товарищу скататься. Приозёрский элеватор аренда у меня здесь отдельно идёт. Я, видимо, точку-то не добавлял. Да, их здесь всего 2. Приозёрский элеватор на продажу и на аренду. Ладно, мы пока поступим по-другому. Мы отправим просто этого товарища на Приозёрский элеватор. Он туда доедет и мы сделаем маршрут. Ну и загрузим его сейчас сначала. Нам нужен рис. Давай, друг. Можно даже на Приозёрский элеватор от аренды. Блин, ну 7 раз это довольно-таки много. Не самое быстрое занятие, скажем так. Давай, друг. Просто едь туда и паркуйся там. Потом мы с тобой разберёмся. А мы приезжаем на Приозёрский элеватор. И да, здесь нет маршрута. Поэтому мы его сейчас быстренько нарисуем. Это не проблема. Даже прямо из этой точки, где у нас тут всё начинается. Такое вот ответвление и сделать. Вот так вот аккуратненько мы здесь заезжаем. Рис мы здесь разгружаем. И в принципе точка в нормальном месте стоит. Можно даже очистка риса её назвать. Тем временем у нас всё выгрузилось. И замыкаем этот маршрутик там, где он и был раньше. Вот люблю автодрайв за то, что сетку делаешь. Одну точку подцепил и всё. Ладно. В любом случае, смотрите, что нам надо ещё сделать. Едем на зерно загрузка и выгружаемся на очистка риса. И возим рис. И делать это нужно 6 раз. Погнал. И есть у нас ещё один товарищ. В нём загружено 3 300. Это остатки, которых не хватит на тому товарищу, который уже катается. Он тоже отвозит вот эта очистка риса и едет после этого паркуется. Ну и опять-таки у нас все в работе. Нам делать особо сильно нечего. А, да. Можно, кстати, взять самолётик и удобрить рисовые чеки. Так как там всё убрано уже. 13, 15, 17. Насколько быстро, кстати, перерабатывается. У нас довольно долго перерабатывается. Значит, тогда что мы делаем? Во-первых, контракт на сахар мы принимаем. Пускай будет. Рейтинг меня не сильно волнует. Просто, знаете, цель, чем заниматься. Это раз. И тогда сбор урожая свекла. Поле 28. Мы берём чужую технику. Потому что свою покупать смысла нет. Поле 33 свекла. Мы просто принимаем контракт. Поле 4 свекла. Мы тоже принимаем контракт. Ну и с этого всего должно что-то будет получиться. В общем-то, возможно, какое-то время назад был стримец. А может, он ещё, его и не было. Точнее, для спонсоров его, скорее всего, ещё не было. Для всех остальных он уже прошёл, причём довольно-таки давно. И, в общем-то, на стриме, если у меня будет настроение, мы позанимаемся вот этим контрактом. Плюс у нас вот эти товарищи все повозят то, что они возят. Засеются вот эти вот поля и всё такое прочее. То есть, за кадром переработается рис, я его отвезу на наши теплицы. Продастся, продадутся все томаты и огурцы. Я продам всё сегодня, да. Пускай Урал катается. Ну и соберём свеклу. И в следующий раз уже тогда посмотрим, сколько там лишней этой свеклы осталось. 524 куба нам надо собрать лишний, наворовать, чтобы выполнять контракт. Ну и плюс, опять-таки, в следующий раз соберём рожь, отправим тоже на переработку. Тоже ещё один контракт будет выполнен. Получается 2 сразу. Будем делать. Ну и ещё уборочек. Короче, посмотрим. Животных сегодня, опять-таки, так и не купили. Но в следующий раз уже будет куча денег. Поэтому в следующий раз прям точно купим. Обещаю. На этом, друзья, у меня всё. Подписывайтесь на канал, если вы ещё этого не сделали. Лайкусики тоже не забывайте. Комментарии всякие пишите. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Если хотите смотреть серии заранее, то по мере записи. Потому что, видите, у меня сегодня 2 ноября. Я вот её через пару дней смонтирую. Спонсорам она уже будет доступна. Вот так вот. Да. То, в общем, дешёвенькая спонсорка вам в помощь. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Зилой. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok